Музыка 16 апреля 2015 года состоялась очередная прямая линия с Владимиром Путиным. Ответ на мой вопрос не прозвучал. Впрочем, надеясь, что он все же будет обработан соответствующими службами и дойдет до лиц принимающих решения. По сообщениям ведущих прямой линии и данных сайта «Задать вопрос Путину», вопросы по здравоохранению были на третьем месте среди всех обращений к президенту. Среди них оплата медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения и противоречие с принципом ее доступности. Недовлетворенность качества медицинской помощи. Проблема населения с получением льготных лекарств. Различия между провозглашенной властью зарплатой медицинских работников и ее реальными размерами на местах. Тенденции отказа в подтверждении инвалидности в связи с новым приказом Минтруда. Недовлетворенность медицинских работников организации процесса медицинской помощи в государственном здравоохранении. По сути этих вопросов Владимир Путин дал комментарии поручения только в отношении двух. Первое. Льготного лекарственного обеспечения. Хотя по докладам Минздрава все с льготными лекарствами благополучно. И оказание медицинской помощи на дому неизлечимо больным пациентам. Из ответа президента следует, что тем льготникам, у которых есть сейчас проблемы с получением лекарств, нужно обратиться напрямую в региональные органы здравоохранения. Благодаря президенту чудо случится. Бесплатные лекарства быстро найдутся. Больше никаких комментариев в отношении государственного здравоохранения сделано не было. Почему? Не знаю. Знаю только то, что высокая обращаемость граждан России по проблемным вопросам здравоохранения к президенту явно противоречит оптимистическим докладам Минздрава России о том, что проводимое реформирование здравоохранения России осуществляется в интересах населения. Но почему-то население этого явно не чувствует. Неблагодарный у нас народ. Редактор субтитров А.Семкин